Добрый вечер. Семья формирует человека. Человек формирует государство. Большевики об этом знали, поэтому семью уничтожили. У них было две задачи. Уничтожить религию, уничтожить семью. И с тем и с другим они справились. И наша нынешняя власть, которая добровольно приняла на себя правоприемственность Советского Союза, она продолжает в том же самом духе, доламывая, заканчивая, завершая вот этот момент, полного уничтожения семьи, и при этом она еще параллельно уничтожает всех тех, кто мог бы выступить в качестве союзников для семьи. Она уничтожает детский сад, уничтожает школу, уничтожает институт. Если вдруг, вопреки вот этой системе уничтожения, возникают какие-то ростки чего-нибудь более-менее съедобного, похожего по зеленому цвету на ростки свежести, тогда тут же начинается реформа. Реформа среднего образования, реформа высшего образования. Высшее образование уже потихонечку свели до уровня ПТУ, школа деградировала, детский сад пребывает совершенно в запущенном состоянии, а еще было такое понятие в советское время, как внешкольное образование, всякие там дворцы пионеров и прочее, их труп, в принципе, валяется на обочине и тоже не подает признаков жизни. И при этом обязательно, конечно, рефреном является полное вранье. И чем жестче сущность происходящего, тем красочнее лозунги. Помните, как у нас с семьей боролись? Каждая семья отдельную квартиру? Какие у нас были разговоры о том, что у нас поднимается постоянно зарплата педагогам, учителям, нянечкам в детском саду, врачам, еще кому-то, всем тем, кто так или иначе причастен к сохранению семьи? ЕГЭ у нас ввели, потому что это делает всех равными, избавляет от взяток. В высшем образовании у нас взяток нет. Семья – это как раз то, что дает человеку возможность, вопреки государству, стать человеком. Конечно, это ни в коем случае нельзя допустить, потому что если вдруг выяснится, что кто-то помимо системы, помимо официальной доктрины нашего государства, умеет тайком вырастить приличного человека, это недопустимо, потому что приличный человек начинает самостоятельно действовать, он не нуждается в поводыре, он начинает задавать вопросы и, не получив их, ищет ответы. Иногда он становится довольно деятельным, иногда он хочет перейти от задавания вопросов к тому, чтобы не только ответ озвучить, но и чтобы добиться его. Это очень опасная категория людей. В принципе, семья как раз была оплотом того, что и держала и Российскую империю, и Великую Русь, и прочее великое, что аннулировано. И сейчас, конечно, уже добивать почти некого, потому что, посмотрите, вы часто встречаете современные семьи, особенно молодых людей, где не ругаются матом, где не разговаривают матом, где не курят и не пьют. Ведь в порядке вещей вечерком маме расслабиться после тяжелого дня пивком, и мужик тут же с воблой и покурить. И диалог с детьми выстраивается такой лексикой, которая в принципе недопустима. А выросли поколения людей, взрослых, имеющих уже устойчивое потомство, воспитываемое ими и обществом, и государством. В такой жути, в которой, в принципе, раньше находились зэки в концлагерях. И то не все, и не всегда. Это такая норма. И семью нужно добивать. Ни в коем случае нельзя попытаться дать возможность ей воскреснуть. Статистика разводов, ну где-то 8-9 из 10, как раз подводит итог государственных усилий. Но при этом косвенно она еще говорит, это статистика о том, что в людях есть оптимизм. Они по-прежнему собираются заводить детей, они устраивают какую-то семью, они регистрируют брак. И вот для того, чтобы в том числе отбить охоту здесь, возникает как раз нынешний рефрен. Он реализуется многократно, с разного боку заходит наша власть на эту тему, но так или иначе она обозначается одним словом «алименты». Вот «алименты» — это тот самый клин неравноправия, который должен уничтожить попытки людей создавать семью. В первую очередь мужика, как человека ответственного. Мужик у нас всегда враг, он такой мерзавец негодяй, который не платит, который пытался смыться из семьи, дезертировал, а женщина она несчастная, обобранная, поэтому государство все свои усилия направляет на то, чтобы ей помочь. Если бы речь здесь шла о том, чтобы действительно была какая-то справедливость, и дети оставались при деньгах, тогда, конечно, эта ситуация была бы реализована по-другому. У нас на сегодняшний день законов в избытке. Но у нас при всем при том есть люди, которые почему-то платят, не платят «алименты». И вот Министерство справедливости решило добавить свои пять копеек и разработало законное утверждение Государственной Думы, естественно, единогласное утверждение, о том, чтобы тех, кто «алименты» не платит, лишать специального права, а именно управления транспортным средством, права у них отбирать. И, кстати, еще запрещать им распоряжаться автомобилем. Потому что если человек, например, признает, что он действительно должен, то он не имеет права распорядиться своей машиной для того, чтобы он обнищал окончательно и этим автомобилем не расплатился по долгам. При всем при том, что наше государство, в принципе, не занимается справедливостью. Ведь Люмпин, валяющийся под забором, не имеет обязательств. У нас никому нет дела до алименщика, который не платит, не хочет, не будет. И вообще он, в принципе, неуязвим для государства, потому что у него ничего нет. Взять с него ничего нельзя. И государство не имеет к нему никаких претензий. Ну, валяешься ты под забором, ну и что? Если бы была задача этих детей, брошенных, не брошенных, но так или иначе нуждающихся в алиментах, каким-то образом докормить, тогда государство предпринимает усилия по созданию рабочих мест, трудоустройству этих самых тунеядцев и отчуждает в пользу семьи часть какого-то дохода. Ага, сейчас государство будет работать над тем, чтобы этого Люмпина скрести от асфальта и дать ему, например, какой-нибудь кайло в руки. Нет, государство гораздо интереснее потрепать тех, кто пытается быть независимым от государства, но при этом уязвим, потому что Люмпины, они уже не уязвимы, но они деморализованы и не играют никакой роли. Ну, подумаешь, у тебя валяется там несколько миллионов Люмпинов на асфальте. Если надо, они пойдут и проголосуют. А вот те, кто в состоянии еще как-то шевелиться, двигаться и мыслить, и у них при этом есть какие-то деньги, вот они интересные. Вот нужно, чтобы они на крючке справедливости трепыхались, и поэтому Министерство справедливости, Министерство юстиции разработало закон о том, что ага, не заплатил, мы тебя прав лишим. А давайте тогда электрика лишать доступа к оборудованию, с которым он работает, у пилота отбирать диплом, чтобы не летал, у врача отбирать его практику. Вот ты алименты не заплатил, а что это ты на работу-то пришел? Ты давай быстренько алиментики-то заплати, потому что люди за рулем, ведь у кого-то автомобиль это роскошь, и Министерство юстиции по сей пор стоит на позиции, что ишь, машинку-то отхватил, а для кого-то это способ существования. Кто-то из мерзавцев, негодяев, алименщиков, не платящих деньги, он кормится с этого. У него Министерство юстиции, Министерство справедливости, юстиция с латыни так и переводится справедливость, хочет отобрать этот источник дохода. Давайте тогда проще. Если ты алименщик, ты пришел к врачу, вот скорая тебя подобрала, машина тебя сбила, алименты не заплатил, валяйся дальше. Справедливо. А что это ты? Детей не накормил, а под машину ты залез. А вот у тебя там зуб заболел, алименщиков не обслуживаем, ты сначала долг погаси, а потом мы с тобой разбираться будем. Заболел, да? Не, не будем тебя лечить, ты же алименщик. Или любой другой запрет на профессию. Нет же? Почему именно водители? Попробовали же на водителях, штраф не заплатил, мы тебя за границу не выпустим. У нас за границу ездит какой процент людей в стране? Почему все остальные не интересуют это государство? Почему государству нужна и так важна уязвимость зависимых, но одного конкретно среднего класса? Потому что это единственная категория людей, которые в состоянии еще дать какой-то толчок обществу, формированию общества, формированию семьи. И с какого боку не зайди, с любого боку как раз и идет попытка давления, под видом, конечно же, праведной борьбы. Загнать замажаясь таким образом, чтобы все не дергался, чтобы погас, чтобы ни в коем случае. А косвенно что получается? А косвенно государство объясняет. Зачем тебе семья? Ты регистрировать брак, с какой стати будешь? Как только ты легализуешься перед государством, в том числе и в институте брака, так ты получаешь какую перспективу? Что вне зависимости от инициативы развода, кто автор, мужик будет виноват, мужик будет платить, и мужика загонят замажай, и в баранье рог согнут. Потому что основа семьи, в том числе крепкий мужик, мужик в этой стране не должен быть крепким. И мужик не должен быть ответственным. И мужик должен быть дезертиром. И ему заранее предлагают кальку. Ты посмотри, мы уничтожим семью. Мы это сделаем. И ты, пожалуйста, нам помоги. Тебе зачем обязательства? У тебя не должно быть никаких обязательств. Свободный брак, свободные отношения. Да, в результате этого вполне возможно и дети получатся. Но мы всем государственным своим институтом, всей мощью своей страны, тебя уничтожим за это. И начнем с тебя, как с водителя. Держись на новости. Наш лось-то как подтянулся с начала года. Обратите внимание, он идет на сближение с Мэйлом в своих показателях. И временами бывает полный паритет. У обоих 5 баллов. Вот сейчас, например, Мэйл показал 6 баллов. Движение затруднено. Лось за ним гонится, пока у него движение плотное. Но как замечательно. То ли честность появилась, то ли совесть проснулась, то ли алгоритм пересмотрели. Ведь безупречный в своих решениях лось ни в коем случае никогда никаких ошибок не допускает. У него и в том году все было великолепно, только почему-то разрыв с действительностью составлял 2-3 балла. Иногда Москва стояла, а посмотришь на лося, а у него все нормально движется. Рожками блестит, копытами стучит, и все хорошо. Вот теперь как-то картинка стала вдруг ближе к действительности. Удивительно. Кстати, радостно. Молодцы, ребята. 65, 10, 9, 9, 6. Ну, поговорим. Здравствуйте, Сергей. Сергей, добрый день. Здравствуйте, тезка. Да, я извиняюсь, что я опять извлеклась, что он звонил Магнуд Парапэ. Но у меня такой вопрос. Можно ли как-то легально проконтролировать качество услуг дилера? Когда ты приезжаешь на ТО, проверишь, что точно зарели масло, точно поменяли фильтры, точно поменяли свечи. Прийти и посмотреть на это. У нас есть правила бытового обслуживания населения, в которых написано, как именно вас не имеют права не пускать в ремзону. Поэтому вы идете в ремзону, стоите рядом над душой мастера и контролируете каждый его шаг. Как он ковыряется в носу, как он тянет норма час, как резиновое время. И что он, в принципе, делает, какой марки масла он заливает, с каким динамометрическим усилием он свечки закручивает. И как только вам говорят, что они не собираются вас пускать в ремзону, или, например, выставляют какие-то условия, говорят, вот вы там, например, должны, а после этого мы вам. Вот это уже потихонечку уходит, например, в правовое поле, очерченное уголовным кодексом. Что это вдруг условия такие вы мне ставите? Вы обязаны. Правила бытового обслуживания населения, там все это прописано. Никто их не менял последние лет 15. Поэтому спокойно идете в ремзону. Можете еще поставить хитрые метки, как это делают некоторые люди, когда на масляный фильтр наносят свою какую-нибудь там царапинку, тарированную, и потом предъявляют, говорят, вы мне масляный фильтр поменяли? Конечно поменяли. А почему мой старый стоит? Да нет, это новый. Ну давайте глянем. А там написано, мама мыла раму. Только так. Сергей, еще хотел сказать спасибо за вашу передачу. Слушал ваши советы, слушал, но все равно купил себе Суперб Универсал. Замечательная машина. Пока очень доволен. Даже я, когда на ней проехал первые 100 километров, я еще больше удовольствия получил, чем и ждал. Очень интересный аппарат, и по размерам, конечно, в конкурентах я у него не нашел никого. А нету? Дальше уже просто начинаются многогабаритные квартиры, но они никуда не ездят, они только строятся. Ну да. Ну я, кстати, успел дилера немножко поджать и взял 2013 года, но со скидкой хорошей. Какой скидкой? У нас полная комплектация. Еще вопрос, Сергей. А Rolling Wellness, помните такой журнал? У вас был, по-моему, кто-то из руководства. Да, владелец был. Да, вот у них какие-то очень большие проблемы начались. Уже там два-три номера не выходят. Странно, что их очень мало читают. Я хочу сказать, что очень интересный журнал, и спасибо за то, что они выпускают такой журнал. Вот Вячеслав Лен, который этот журнал затеял, это частное лицо, ему просто захотелось поделиться своими знаниями, и когда мы с ним общались, я ему сказал, Слав, не вздумай закрывать журнал, потому что это один из немногих журналов, а может быть даже единственный, который по сию пору несет знания. И он выполняет свою первородную функцию. Он не про то, как здорово мы тут заработали на вас, а про то, как устроен предмет нашей всеобщей любви именно автомобили. И у журнала действительно есть трудности, но он будет продолжать выходить. Возможно, он чуть-чуть изменится, потому что сам Вячеслав Лен очень сильно любит военную технику. И у него была даже мысль сделать вообще журнал, посвященный только военной технике. Но вроде как, вот в прошлый раз, мы с ним когда общались, он сказал, ладно, ладно, оставим и то, и другое. Журнал будет. Там есть трудности, но Лен, он не сдается. И вот этот редкий светильник знаний по сию пору будет гореть. Я думаю, что Лен ко мне придет на эфир, расскажет более подробно о том, какие у него планы на это издание. Сергей, спасибо большое. Спасибо вам. Видите, как увлекательно пообщаться в электричке. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Степанович. Меня слышно хорошо. Да, а как ваше отчество? Олегович. Вадим Олегович, рад вас слышать. Сергей Степанович, очень хорошая у вас передача. Вы мне не скажете, у вас в планах есть посвятить одну хотя бы выпуск возможному кризису после Олимпиады? Возможному кризису? Ну, финансовому. Автомобильному, да, потому что автомобильный кризис у нас уже есть, и он скоро будет совсем заметен. А кризис после Олимпиады, знаете, если мы, Вадим Олегович, с вами встретимся где-нибудь на пересылке или в концлагере буквально месяца через три после Олимпиады, мы с вами эту тему, конечно же, обсудим. Вы просто напомните мне, что вы тогда еще со свободы мне звонили в преддверии этого кризиса. У него могут быть самые удивительные формы, в том числе и не позволяющие его обсудить ввиду того, что уже все случилось. Ну, а финансовые? Пока что люди, те, которые до вас дозваниваются, они, может быть, даже особо эту финансовую проблему не испытывают, поскольку больше, чем за миллион покупают люди машины. То есть в основной массе людей это все нормально. Во-первых, есть инерция, во-вторых, практически все машины за миллион, и даже когда ты этого не хочешь, так или иначе ты подступаешь именно к этому автомобилю, а в-третьих, все-таки, как это не печально и как-то не удивительно, но мы страна ренты, мы живем на нефтяной ренте практически как эмираты, но в эмиратах каждому гражданину отчисляется прямой доход, а у нас косвенный. Вот чем мы отличаемся от украинцев? Почему украинцы уже готовы набить морду своему президенту, а мы еще нет? Потому что у украинцев уже все, у них край, у них же нефти-то нету. И они реально будут хуже жить буквально через 30 секунд после того, как не договорятся. А у нас косвенно в страну деньги приходят, они косвенно здесь есть, и косвенно мы не тонем по тому, что нас американцы не хотят утопить. Когда захотят, они сделают то же самое, как это было в Советском Союзе. Советский Союз спал только из-за нефтяной цены. Потому что внутри своей страны мы могли еще очень долго кипеть и чего-то хотеть или не хотеть. А потом извне просто раз и не стало великого Советского Союза. И здесь та же самая картина. Поэтому вот сейчас, пока нас не трогают, мы можем в этом состоянии пребывать, меняя просто игроков. Потому что вчера кто-то хотел купить себе одну машину, и сегодня он выбыл из игры, но на его место пришел другой. Кризис, ведь он не бывает всеобъемлющим. для кого-то ухудшение ситуации, а кто-то на нем только заработал. Почему Мерседес-Бенц во всем мире и вот особенно сейчас чувствует себя блистательно и в Германии на заводе вводят дополнительную смену рабочую. Потому что на кризисе очень многие сумели заработать. Поэтому кризис, он такой неоднородный. И после Олимпиады, да, огромное количество людей станет жить еще хуже. У нас будет введена введены новые поборы, в том числе по ЖКХ. Мы будем платить за то, чего никогда не получим. У нас будет невероятная совершенно чудовищная инфляция. И у нас продолжится удержание и укрепление системы, которая привела к этому кризису. Потому что вы же слышали, что Путин сказал, Медведев сказал, нынешняя экономическая система себя исчерпала. Он имел ввиду нефтяную зависимость. А Путин сказал, да, денег нет, но мы раскупорим фонд национального благосостояния, чтобы продолжить кормить систему. И будем заниматься инфраструктурными проектами, в скобочках, которые никому не нужны. Но мы построим центральную кольцевую автодорогу вокруг Рублевки, чтобы ее не беспокоить. Мы сделаем скоростную железную дорогу, которая нам не нужна, Москва-Казань. И мы будем расширять Транссиб. У нас на это денег нет, мы надорвемся. Но это откатные схемы, которые позволяют системе благоденствовать и держаться. Поэтому наши с вами интересы здесь не учитываются. И у нас кризис, он был, он есть. И даже инфляция, которая превышает 100%, и они, часть из них останется потребителями автомобилей. Поэтому картинка в целом будет неоднородной. Кому-то бриллианты мелковаты, кому-то щи жидковаты. Вот между этими полюсами у нас с вами, Вадим Олегович, останется тема для разговора. Просто участники, задающие вопрос, а какой Гелендваген мне купить, будут из тех, кто сейчас, может быть, об этом и не помышляет. А те, кто собирался, скажут, а не купитель мне себе подержанный запорожец, а расскажите, сколько у него там лошадиных сил 25 или 27. Мы будем вспоминать немножко другой пласт транспортных средств. Вот так, Вадим Олегович. Сергей Степанович, спасибо вам большое очень повествовать. Ой, спасибо вам. Павел, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, какой приятный женский голос. Наконец-то. Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Ирина. Ирина? Это же великолепно. Хотела с вами вот какой вопрос обсудить. Давайте. На прошлой неделе в передаче вы упоминали Московскую административную дорожную инспекцию. Да. И вот выписали они штраф за неправильно поставленный автомобиль в нарушении знака 327. Так. Эта остановка запрещена. Знаю такой. Но мы полагаем, что штраф был выписан неправильно. И попытались мы этот штраф обжаловать. Молодцы. уже хорошо, уже здорово. Но точки доступа нету. В каком смысле точки доступа нету? Нету ни контактного телефона этой административной инспекции, ни сайта, ни ящика, куда можно было бы положить жалобу. А для этого у нас есть прокуратура. Тем более, что нарушение правил дорожного движения пока еще так или иначе курирует у нас полиция. Поэтому полицию тоже можно привлечь к этому. У нас Московская административная дорожная инспекция, по большому счету, самозванцы Лексутова, они только в его воображении легитимны, на самом деле нет. И за нарушение правил дорожного движения все-таки пока еще в целом отвечает полиция. Поэтому можно и к ним по территориальному признаку на территории какого УВД. И, кстати, самое интересное, что если вы вдруг попытаетесь где-то узнать у кого-то с какой стати там стоит знак 327, скорее всего выяснится, что этот знак установлен просто так, документов под ним нет, техзадания не существует и, в принципе, там можно останавливаться и стоять. Ну, это разные аспекты. Попыталась я обратиться в ГИБДД с вопросом товарищи, вот штрафик выписали, садовая, самотечная, дом один, я к вам пришла, что делать? Они говорят, не наш штраф. Не их, не их, конечно, есть самозванная контора, да. Сходите в департамент транспорта. Пошла я в департамент транспорта в том же здании с другого конца. Мне говорят, это не наш штраф, у нас неправильная парковка, две с половиной тысячи штраф. Ну, история на этом не закончилась. Я начала искать в интернете автомобильную дорожную, административную дорожную инспекцию. Есть положение, с первого января вступает в силу четырнадцатого года, значит, есть даже телефоны, по которым можно позвонить в эту инспекцию. Так. По телефону отвечают, что мы занимаемся только таксомоторными проблемами. Штрафы это не к нам. Понятно. И поэтому кто выписал штраф, неизвестно. Да, вот такая вот у нас интересная ситуация сложилась. Может быть, вы как-то в курсе, что же делать? Ну, следующий этап это Виктор Николаевич Штравин. Если хотите, я вас с ним свяжу через Фейсбук. Найдите меня на Фейсбуке, потому что это очень любопытная ситуация. Уже попахивает мошенничеством статьей 159 УК РФ. Вот те, кто выписал этот штраф, потому что штраф есть, и если вы его не оплатите, вам государство попытается сделать гадость, а право оспорить, почему-то вы уже лишены. Поэтому найдите меня через Фейсбук, мы как раз займемся этим. Это долгоиграющий сценарий. Новости. Нашлось, послушал, послушал радиостанцию Финам-ФМ и срочно подпрыгнул на один балл в своем понимании пробок. Дорожные события есть, движение затруднено, все хорошо, 6 баллов, точно так же, как и на Мейл.ру. Ну, молодцы, видите, как безупречный алгоритм наконец-то обретает какую-то, мягко говоря, поддержку делом. 65 10 9 9 и 6. Сергей, здравствуйте. Алло. 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 Есть кто живой? Сергей. Да-да-да, я слушаю вас. Я вас тоже слушаю, говорите. Так плохо слышно. И вообще не видно ни разу. Да, к сожалению, дозвониться до вас тяжело, я думаю, а увидеться еще тяжелее. Да. Огромное, огромное спасибо вам за передачу, являясь вашим постоянным слушателем на Финам. Спасибо. В основном, правда, слушаю первую часть намного интереснее, вот, вторая, со временем что-то мы задаем одни и те же примерно вопросы. всем всегда, всем очень хочется красный кашка и белый айфон и спросить, что там с опелем астрой. Это всеобщее, да. Ну, к сожалению, все мы люди, это нас привлекает, это, можно сказать, последние радости, которые остаются нам в этой жизни, которые мы всем можем позволить, поэтому, благодаря вашей передаче вы еще пытаетесь нас как-то настроить, что эта покупка еще и чуть-чуть полезна, вот, поэтому вам за это вдвойне спасибо. Спасибо вам. Вот, поэтому нет, действительно, огромное вам действительно спасибо за передачу, консервуальные вопросы, но, к сожалению, они часто очень так, как-то так подвисают действительно в теме, ну, хотя, может быть, и это не ваша передача должна решать, а с нашим действительно государством, со всеми вот этими, то, что у кого есть машина, неважно, какой стоимости, что с ним можно делать, ну, это, действительно, наше государство, это оставляет то и, ну, только удивляться. У вас, Сергей, есть какие-то претензии к нашему государству? Какие могут быть претензии? Я живой, и это прекрасно. Да, согласен. Вот, то есть, как бы, я уже за это должен сказать спасибо, то, что живой, хотя, действительно, наше государство, как бы, меня живым-то и не считает. Ну, судя по отношению, вот, что не живой перед ним, что живым все равно. Вот, ну, я, как бы, как основная публика, хочу все-таки задать вам живопереческий вопрос. Для меня, по крайней мере. Я достаточно такой крупный мальчик, вот, вот, и, действительно, что-то присматривал, ну, вот, судя, ну, вот, по вашему высказыванию, да, что-то в сторону, наверное, Йети или Кигуан. Сейчас я езжу на Поло, вот, а тут недавно, ну, точнее, не то, что недавно, я стал читать отзывы о такой машинке, как Вортекс Тимбер, вот, Тогазовская. Да, знаю такое. Вот, что вы можете сказать? А что такое, Сергей, простите, а что такое вы вычитали в блогах людей про Вортекс Тимбер, что начали относиться к этому изделию, как к автомобилю? Не, ну, там иногда не очень смешно пишут, то, что там человек купил машину в Перми, говорит, вот, прошло уже полтора года, я доехал куда-то до Урала, вот, все нормально. Типа, очень хорошая машина, судя по передвижению, со скоростью, в которой он едет до Урала за полтора года, но я думаю, мог бы найти другую машину. Но, но в целом, нет, ну, просто, ну, в основном, где-то 90%, там, кроме шумоизоляции, да и то некоторые говорят, ну, там терпимо, ну, говорят, что, ну, то есть, речь о, о соответствии цена-качество. Нет, нет там ни того, ни другого. Сергей, вы часто встречали блоги, где люди занимаются самобичеванием и пишут, я идиот, я кретин, а другого перебивают, говорит, не-не-не, Вась, ты что, я хуже, я вообще тупой. А третий встревает в разговор, говорит, да не, ребят, на моем фоне вы просто, каждый светоч знаний, вот я идиот, вот я кретин, вы такие сайты вообще видели где-нибудь? Чтобы человек говорил, я купил себе подделку под автомобиль, который автомобилем не является, это макет, я сам себя обманул, я долго себя уговаривал, что за эти деньги я что-то получу, потому что я просмотрел рекламу, я сам себя обманул, я верю в сказки, у меня не хватает анализа, я не в состоянии мозгами своими шевелить, я вляпался на 500, на 600, на 700, на 800 тысяч, и дальше он пишет, не, ребят, да вы что, клевая машина, это вот эти пижоны, которые на ворованных мерседесах, вот они, вот гады, а я, соль земли русская, меня не обманешь, я тут на честно заработать, накупил, мне что, мне ехать, у меня мотор, у меня колеса, ну, там есть, конечно, нюансы, а дальше песня-то у всех общая, точно так же стонут жигулисты, говорят, да ладно, вон те ж лобые, накупили себе иномарок, всякие вортексы, а мы, соль земли русская, мы на наших приорах, мы тут до последнего держимся, и вообще мы самые умные, потому что у нас 4 колеса. Ну, я понял, но, кстати, вот по поводу наших жигулей, давно не ездил на, как бы, на жигулях, как бы на жигулях, да, но, да, но в свое время, там, начиная с, ну, где-то лет, там, 20 назад, да, при жигули ездил на восьмерке, вот, единственное, что я, у меня был свой мастер, который, прямо сразу после покупки новой машины, он ее всю протягивал, всю смазывал, электрику, как правило, провода менял сразу, и я ездил от 3 до 5 лет, и я не знал проблем, то есть, да, я заливал там сразу масло, полусинтетика, там свечи нормальные, ну, и я вообще не знал, что такое автосервис, что такое эвакуатор, что такое встать на дороге, конечно, после того, как вы устранили все диверсии завода, после того, как вы, получив товар, довели его до ума, то есть, вы купили ботинки, прибили к нему подошвы, достали шнурки, вложили стельку, прошили по новой, почистили, покрасили, начали их носить, вы сказали, а что, отличные скороходовские ботиночки, ну, вы гляньте, от Саламандра не отличить, но все равно стоимость той машины, стоимость той машины была в разы, то есть, все равно сейчас, как правило, большинство людей не меняется, да, и они берут машину, пока она не создает проблем, ну, это где-то условно, там, от двух, да, там, трех-четырех лет, да, все люди разные, а сколько, вот вы девятку свою, почем брали тогда, 20 лет тому назад? Ну, девяток не было, восьмерка, восьмерка, шесть с чем-то тысяч долларов. И вот эти шесть с чем-то, шесть пятьсот, наверное, они на сколько были для вас легки? Вы добыли их просто в одну зарплату, или вы отказывали себе во всем и всерьез напрягались, чтобы купить машину, прыгая выше головы? Ну, тогда, учитывая, что только как общий институт, то тогда напрягался, конечно. И сейчас приходится то же самое делать, что изменилось? Тогда машина была, мягко говоря, не самой доступной, сейчас нужно кое-как, в общем, постараться, чтобы сесть за руль автомобиля. Изменилось другое. Вы сейчас едете на Volkswagen Polo, который занимает ту же экологическую нишу, что и восьмерка, но при этом он просто лучше. За это уже спасибо. Доступность машины не возросла, качество у Жигулей не изменилось, у Polo стало лучше, а еще вы себе морочите голову сказкой про джипоподобие некого Тинго, который по большому счету автомобилем не является. Это ходовой макет. И в ближайшие лет 200 автомобилем не станет. Я примерно, честно говоря, так и думал. А если говорить все-таки «Ети» и «Тигуан»? «Ети» и «Тигуан»? Они немножко разные. И поскольку «Ети» гораздо лучше, чем «Тигуан», поэтому у «Ети» у него «ДСГ», а у «Тигуана» автомат. Потому что «ДСГ» — это уже окончательно понятно, что это ошибка. И делать с этой ошибкой природы немцы ничего не хотят на нашем рынке. Потому что, например, в Китае от китайского рынка немцы очень зависимы. Вы не поверите, там на всю машину Volkswagen целиком, именно исходя в том числе из ламучести «ДСГ», гарантийный срок составляет, внимание, 10 лет. Ну, да, я слышал, да, была такая... Ну, много, на самом деле, да, у вас про «ДСГ» это говорилось. Да, да. Ну, да, чем дальше, тем больше лотерея становится. И какой билет ты вытянешь. А если сравнить «Ети» с ее коллегами по «Шкоде», там даже, вот я не ошибаюсь, там универсалы идут ряд, и они... Ну, «Октави», да? Да, «Октави», да. Да, и они, я смотрел, по параметрам, да, по... Ну, вообще, очень похоже. По каким параметрам? У них разный просвет, разная длина, разная емкость багажника. Одна машина, в принципе, легковая, другая машина, кроссовер. В чем они пересеклись? В цене? Да, ну, клиренс у них, кажется, там отличается вообще на копейки. У них, нет, это очень ощутимые копейки, это те самые копейки, которые, когда довеском кладете на весы, рублем оборачиваются. Вот «Октави» через какое-то время придет в «Скаут», и она будет стоить уже как квартира. Да, это будет автомобиль близкий по сути своей, и более удобный, чем «Ети», поскольку у него грузопассажирские возможности, конечно, пошире. У «Ети» багажник меньше, более компромиссный. «Ети» сам по себе очень достойный автомобиль, но ему ни в коем случае не дадут стать лучше «Тигуана», потому что иначе не имеет смысла делать «Тигуаны» в этой стране. Поэтому ситуация будет очень долго конфликтной среди вот этих вот соратников по бренду. Но идеологически «Ети», конечно, блистательная машина, жаль, что его так умышленно уничтожают. Никита, здравствуйте. Сергей, у меня к вам два вопросика. Вот первый, товарищ у меня собрал свою машинку брать, и вот рассматривает сейчас кандидатуру автомобиля «Додж Рам Ван». Знаете такой? Ну да, редкая машина и такой здоровенный автобус, на котором, если его, не дай бог, выгонит жена из дома, он там сможет жить, а если что, то по вечерам вместо «Газели» возить людей на маршрутке. Ну, вообще, вот ваше мнение об этой машине. Качество, коробка, двигатель, ну как бы вообще все. Он ее берет новой из американского салона? Нет, нет. БУ в России. Ну и, соответственно, о каком качестве идет речь? О том, как... Изначальная. Изначальная? Очень даже неплохое, потому что эту машину сделали для того, чтобы негры-наркоманы ее убивали. Смогли ли это сделать русские трезвенники? Мы с вами не знаем. Скорее всего, да, потому что машина, вырванная как морковка из привычной среды обитания, обреченная на жизнь в нашей стране, на наших маслах, на нашем бензине, под наш сервис, лучше не становится. Обычно ее здоровье сильно ухудшается. Ну, это понятно. И второй вопросик. У вас такая замечательная программа про автомобили. А не рассматривали ли вы вариант сделать аналогичную программу о мотоциклах? Я сам просто на мотоциклах езжу всю жизнь. И мне было бы очень интересно, если бы такая передача у вас появилась. Я с большой опаской и сочувствием отношусь к мотоциклистам. Я не очень знаю, сколько у вас жизней и с какой скоростью успевает ангел-хранитель за вами. Но точно помню, что живут, как правило, люди счастливо, ярко, но недолго. И мне это все-таки печально. Я в мотоциклах ничего не понимаю, я их боюсь. Ну, вы знаете, вот ваш предыдущий собеседник говорил про Урал там за сколько-то лет. Вот в этом году мы с товарищем вдвоем на двух мотоциклах съездили за Урал. Аркаим, может быть, знаете, где находится. Вот съездили в Аркаим и обратно. И, в общем-то, совершенно нормально, без каких-то ЧП, поломок. Дай бог, потому что это говорит о том, что если среднестатистический ангел-хранитель может летать со скоростью 64 км в час, собственно, почему и все краш-тесты проходят на этой скорости, то мотоциклетный, видимо, чуть быстрее. Возможно. И вам просто очень сильно везет. Дай бог, чтобы везло впредь. Я ничего не понимаю в мотоциклах. Я их остерегаюсь, и поэтому сделать программу я просто не в состоянии. Перерыв на новости. Мой тезка Сергей пишет. Большая просьба рассказать о судьбе Ростова-на-Дону. У нас по-прежнему 10 баллов. Люди едут по 5 часов на работу, мусор не вывозится. Вероятно, распилят еще 65 миллионов рублей на покупку техники для уборки города. Вообще непонятно тогда, где те 200 единиц, которые якобы убирали город все это время. В общем, прошло уже больше недели, город по-прежнему парализован. Кстати, это у нас самый лучший мэр по версии главы государства. Действительно, Сергей, тезка мой, в Ростове совершенно катастрофическая ситуация. Причем там ведь закончились продукты, там заканчивается бензин, и ко многим точкам доступа в принципе не подобраться никак. Часть города в абсолютном параличе. И было ощущение, что техника ушла расчищать федеральную трассу, которая там по Ростовской области, там несколько трасс, они как раз проходят транзитом. Ничего подобного. Там же тоже был коллапс, и тоже ничего не смогли. В городе с техникой очень серьезная напряженка, мэр реально лучший на всю страну, вот настолько он лучший, что даже его наградили. И в довершение ко всем бедам, во-первых, он обвинил горожан в том, что это они виноваты в перебое с хлебом, потому что нечего таскаться по магазинам и закупать что-то там такое, в том числе впрок. Поэтому хлеб закончился. А во-вторых, вчера нашли выброшенный хлеб, причем очень большую партию в одном из оврагов, там недалеко, на другом берегу. Сейчас все это очень активно публикуется и перепостом уходит по всей стране. То есть где-то хлеба нет вообще, а где-то его просто выкинули, потому что не считали нужным возить. И эта ситуация будет очень долгой, потому что Ростов полностью беззащитен и просто нужно подождать, когда настанет лето и не будет снега. После чего получить еще один орден за то, насколько умело управляется конкретный город. Анатолий пишет, как всегда, по мукам выбора, но он хочет Вольво В40 с двигателем Т4, неполный привод. Вот, Анатолий, никогда не берите недоприводную машину, если изначально она задумывалась под версию с полным приводом. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, Алексей. Ну, хотел бы в первую очередь поблагодарить вас. Во-первых, очень замечательно, хорошая программа. Спасибо. И много очень интересных вещей, и с технической точки зрения, и вообще, в принципе. И, как ни странно, немало очень важных таких вопросов, неудобных, наверное, больше для государства и чиновников, тоже освещается и преподносится, ну, с вашей точки зрения, которая, я думаю, совпадает, наверное, уже со многими. Ну, вопрос, наверное, больше все-таки в техническую сторону. Ну, посмотрел на днях, скажем так, неделю назад посмотрел, увидел несколько роликов про машину Тесла, вот, и начал заинтересованно искать все, что вообще, в принципе, они есть. Потому что те заявленные характеристики, которые были на страницке, сначала поверли в недоумение, шок и такое непонимание, как такое может, что машина на электродвигателе уже ездит 480 километров. Вот. Я, конечно, понимаю, сразу же говорю, что бюджета у меня 3 миллиона рублей нету, вот, есть там, наверное, полтора миллиона, может быть, на машину, скажем так, скорее всего, в следующем году. Но тут появляется новый интересный момент, во-первых, может быть, я, конечно, не прав, поправите, что она не будет налогом облагаться, не налогом, точнее сказать, а пошлиной привозе, так как она является электромобилем. Да. И так как она, получается, себестоимость километра просто копейшная, вот, исходя из этого, может быть, имеет смысл, скажем так, там, взять кредит или еще что-нибудь и дальше на ней кататься. Я, конечно, понимаю, что как в Америке они сделали, что заправки делают практически по всей Америке, и на этих заправках машины заправляются вообще бесплатно, у нас такое, наверное, вряд ли будет. Но, исходя из того же, допустим, что у меня есть гараж, вот, и машину я ставлю в гараж, и приезжаю, и в любом случае, я по Москве никогда не езди, я максимум там доезжаю до ближайшего метро, оставляю машину там, вот, и, как правило, там, дальше на метро по Москве езди, катаюсь. Ну, в любом случае, то есть, вот эта, конечно, себестоимость километра, она и, в принципе, сама машина с такими характеристиками очень-очень впечатлила. Алексей, скажите, а вы обратили внимание на Теслу, в том числе потому, что она красивая? Вы знаете, наверное, вопрос не в этом. Если честно сказать, внешний вид не сказал бы, что вам нравится. Основной момент, это, наверное, по большей части, инновации, которые там есть. Ну, Алексей, простите, что перебью, но у нас в Москве уже несколько лет продается Mitsubishi IMF. У нас есть, это электромобиль. Mitsubishi IMF – это полностью, стопроцентный электромобиль. Это Deumatis внешне по цене Теслы. Но он очень удобный, городской. Его купил себе один из членов правительства в нашей стране на свою скромную зарплату. Там как раз ему хватило пару миллионов. У нас потихонечку к нашей стране подступается самобеглый унитаз Renault Twizy. То есть, в нем можно по ходу езды как раз справлять естественные надобности, для чего он и придуман, поскольку в нем страшно. И вы можете купить электромобиль Nissan Leaf. Он поменьше, он такой урод, что, глядя на него, хочется рыдать, но в этой связи он абсолютно неугоняемый. И он меньше трех миллионов, чем Тесла. Тесла – это вершина. Тесла – это такой премиальный вариант того, что, в принципе, не очень существует и никому не нужно. Ведь реношники закончили выпуск Renault Fluence Zero Emission своего электромобиля, потому как никому он не нужен. Электромобиль, в принципе, тупик. В нашей природе и по нашей погоде он тупик вдвойне. Но если вам реально нужен электромобиль, вы можете спокойненько купить себе готовую машину Mitsubishi, либо немножечко постараться и получить Nissan. Nissan, он вообще четырехместный, и он очень похож на настоящую машину. Со всех сторон это настоящая машина. Там нормально можно ехать. Он не такой шикарный, как Тесла. Тесла – это все-таки блистательно. У него, конечно же, у всех этих электромобилей, у Twizy, у Fluence, у Nissan Leaf, у них запас хода, дай бог, если до соседней околицы доехать. У Теслы реально под 500 километров, и Сансан Шпикуленко на этой штуковине катался по Калифорнии в условиях хорошего климата, естественной среды обитания. У него по одометру получилось порядка как раз 500 километров на одной зарядке. Причем он машину сдал следующему, и там еще был порох в пороховницах, и ягоды в ягодицах, можно было на этом шевелиться. У нас, конечно, будет тяжелее. Но если перед вами стоит задача купить себе именно электромобиль, выбор-то уже велик. Уже есть из чего. Да выбор-то может быть велик. Как вопрос запаса хода, он, скажем так, не менее важен. Причем... Запас хода... Алексей, мы с вами запас хода узнаем со дня на день, потому что главный редактор газеты Авторевью Михаил Подражанский купил себе для личного пользования Теслу. Он уже позвал Сан Саныча Пикуленко и сказал, Сань, приезжай, мы с тобой на Дмитровском полигоне, на этой штуке покатаемся, и в ближайших выпусках Авторевью начнется многостраничная, многосерийная эксплуатационная эпопея, в результате которой мы как раз и выясним, Тесла действительно в состоянии в нашем северном климате показать запас хода в 500 километров или нет. Нет. Сильно подозреваю, что нет. Вот не верю. Ну, вот так получилось, что не верю. Я тоже так думаю, что, скорее всего, именно 500 не будет, но я думаю, что 350-300 будет. А если учесть вот те машины, которые вы назвали, там 150 максимум, 200 в идеале. То есть, все равно разница, она в два раза. Но до метро? При всем при этом. Ведь до метро? Вы поймите, что до метро, это как статически, но бывают иногда моменты, которые надо все-таки, бывает там, съехать, заехать. Тогда машина нужна. Выясняется, что иногда машина нужна, чтобы ехать, а не просто подвезти себя, да? Вот. Но исходя из того, что у нас вообще, в принципе, пробки и все остальное, мне нужно, честно, летом я, честно, катаюсь на мотоцикле. Раньше, честно, по большей части, катался, получал удовольствие. А теперь я уже понял, к сожалению, что это тот транспорт, который, если бы не наш климат, это единственное, на чем можно еще ездить. Но, опять же, здесь сразу есть два момента. Первый момент – это дороги. И второй момент – это, на самом деле, ну, скажем так, культура вождения и культура вообще водителей. Потому что, ну, не совсем понимаешь, когда тебя реально просто берут и зажимают. Хотя человек вот едет, никому не мешает, причем едет 40 километров, там, 30 километров в час, а человек просто берет прямо перед тобой, видит, что это ты, прямо вот в боковое зеркало. И просто берет так вот и зажимает. Алексей, культура, на самом деле, она зависит всегда в нашей стране только от одного человека. Как только он захочет, будет культура. И, примером тому, многократно повторяемым мною, Испания и кровавый палач Франко. Помните, был такой генералиссимус Франко, такой фашист, который выгнал нас оттуда вместе с Коминтерном в 34-м году в результате Гражданской войны. И мы до начала 70-х не имели дипломатических отношений с Испанией в обиду на него. И вот как раз генералиссимус Франко, он, узнав о том, что его нация вымирает в ДТП и имеет уже практически африканский уровень страданий и гибели, он распорядился соблюдать правила дорожного движения, начал с себя. И показал всей стране и правительству, в том числе, как ездить по правилам, и его машина ездила по правилам. Представляете, кортеж генералиссимуса Франко, кровавого палача испанского народа, фашиста, 60 км в час, останавливается на красный сигнал светофора, чтобы бабушку пропустить. Вот от этого зависит культура. Вы в Испании были, и может быть даже если не были, то слышали, что про испанских водителей никто не говорит, что это какие-то такие, только что горные ребята, спустившиеся после боя быков, у них кровь кипит, поэтому на дорогах они какие-то жуткие, опасные. Нет, они тихие, обычные европейцы. Испанец водит точно так же, как француз, почти как немец. Спокойно, уверенно. Почему? Потому что ему пример показал, кто первое лицо государства. Культура зависит от этого. После того, как у нас на дороге не стоит неприкасаемых, у нас все будут возить очень культурно. А по поводу 300 км в час, 300 км запас хода у Теслы, дай бог, который бы случился. У меня когда был джип Cherokee, мне бака его 70-литрового хватало где-то как раз на 300 км. Потому что 4-литровый мотор в 182 лошадиные силы употреблял бензин в чудовищных количествах. И в этой связи, да, Тесла была бы серьезной панацеей, поскольку дешевле в эксплуатации пока не сломалась. И уж тем более по расходу топлива не так бьет по нервам. Да, она вообще, в принципе, выгодный вариант, исходя из тех характеристик, которые у нее есть. Остается только узнать реально эти характеристики в наших условиях. Узнаем, потому что все. Вот теперь будем внимательно следить за... Будем ждать. Конечно. Очень интересный молодец Михаил Бодражанский, что он взял, купил. Поскольку купил он действительно инженерный шедевр, мы теперь все вместе будем смотреть, как развиваются события. И поймем, действительно ли не зря 100 лет развивался электромобиль. Ведь начало 20-го века именно с этого как раз и стартовало, что электромобиль перспективнее бензинового. 100 лет побочного развития, тихих технологий. И вот он всплеск начала 21-го. Опять электромобиль пытается поспорить с бензиновой машиной, доказывая свою состоятельность. Очень даже может быть, что и докажет. Но Тесла, конечно, эта штуковина не ремонтопригодна. Это то же самое, что космический корабль. Его чинить умеет только там, где производят. Конечно, в этой связи трудности. Хотя Тесла молодец. Она красивая. Она большая. Она престижная. Когда едешь на Renault Twizy, люди думают, что ты едешь на мусорном бачке. Когда ты едешь на Nissan Leaf, все понимают, что ты неудачник. Когда ты едешь на Renault Fluence, никто не понимает, что ты едешь на электромобиле. А когда ты едешь на Тесле, сразу понятно, что вот тут действительно очень крутой выбор реально успешного человека. До завтра.